Спасибо большое. Ну, уже говорил Игорь Викторович о том, что, конечно, на сегодня растет и заболеваемость, онкологическими заболеваниями растет заболеваемость именно еще и на фоне беременности. Если говорить об опухолях, ассоциированных с беременностью, то надо помнить о том, что это не только время вынашивания беременности, но и до 12 месяцев после родов. Конечно, встает вопрос, может ли беременность оказывать влияние на прогноз заболевания. На самом деле, до недавнего времени бытовало мнение, что якобы беременность оказывает негативное действие на ход заболевания. На самом деле, при недавнем анализе более 42 тысяч женщин возникновения опухолей без ассоциации с беременностью, с ассоциацией беременности достоверности не было. И при прерывании беременности тоже не улучшило прогноз заболевания. То есть беременность, она никаким образом не ухудшает прогноз заболевания, самого онкологического заболевания. Игорь Викторович также говорил о стандартах, которые сегодня приняты. Наша пациентка – это первая B1 стадия. И, как вы видите, до 22 недели в это время только можно проводить лапароскопические операции по поводу анализа лимфоузлов. И действительно, это рекомендовано, это нужно делать. Но самая большая проблема как раз возникает, когда женщина хочет беременеть, и уже более 22 недель. Тут, конечно, мы лапароскопически не можем провести анализ лимфоузлов, удалить лимфоузлов не можем. Тут тактика уже в зависимости от стадии заболевания. Но как химиотерапия на сегодня, она, в принципе, достаточно активно вошла в стандарты лечения рака шейки матки во время беременности. Еще хочу сказать, что после диагностики в вопросах обследования, если делать рентген легких, то это нужно экранировать живот. И КТ не разрешено из-за того, что большая лучевая нагрузка, разрешено только УЗИ и МРТ. Если говорить при более поздних стадиях заболеваемости, при более позднем сроке беременности, то, конечно же, мы начинаем с химиотерапии. По поводу в четвертой стадии, если срок меньше 20 недель, то тут вопрос и у экспертов остается. То есть, возможно, тактика и прерывания беременности, также тактика и проведения неодевантной химиотерапии. Но, к сожалению, больше сейчас процентов женщин, которые желают сохранить беременность, несмотря ни на что. Поэтому был сегодня вопрос как раз задан по поводу юридических всяких аспектов. Так вот, обязательно нужно подписывать, конечно же, согласие у пациентов, то, что они согласны продолжать и вынашивать беременность. Для чего проводится неодевантная химиотерапия? Ну, во-первых, наша задача у беременных пациентов – это и контролировать процесс, чтобы не было прогрессирования заболевания. Но, с другой стороны, надо и смотреть за плодом. То есть, главная задача химиотерапии – чтобы она не была токсична для плода. И на сегодня разработана рекомендация, что химиотерапию можно проводить, начиная со второго триместра. То есть, если у нас, допустим, женщина хочет сохранить беременность, у нее 11 или 10 недель, делается лимфодисекция и выжидается до второго триместра. Время дальше начинается химиотерапия. И до родоразрешения, в принципе, до родоразрешения за месяц, за 4 недели нужно закончить химиотерапию, чтобы далее пациентка пошла уже в роды. Почему выбрали именно третий семестр? Да потому что основные органы уже заложены до этого момента, и, в принципе, химиотерапии навредить мы можем только, вот как вы видите, в центральной нервной системе, если химиотерапия может навредить. Потому что все остальные органы, они уже сформированы. И по поводу плода, по поводу ребенка, конечно, обязательно женщину должен консультировать и ввести акушер. Лучше это делать параллельно, потому что у нас часто бывает, что на фоне беременности, на фоне химиотерапии бывают и угрозы выкидыша, бывают и гипертонусы, и приходится подключать акушеров, которые нам корректируют терапию. Итак, вопрос химиотерапии и беременности. Ну, во-первых, беременность – это особый процесс. У нас повышается, у женщины повышается объем межклеточной жидкости, изменяется и объем распределения, об этом надо помнить. То есть клиренс снижается, разбавляется альбумин, то есть гипоальбуминемия. Химиотерапия, как мы понимаем, она меньше связывается, чем у пациентки вне беременности. При этом повышается секреция эстрогенов и прогестинов, которые могут как индуцировать, так и ингибировать метаболизм лекарств. И повышается скорость клубочковой фильтрации. Все это влияет на фармакокинетику, фармакодинамику цитостатиков. Но ряд исследований, которые проводили по химиотерапии, фармакокинетические и фармакодинамические, они показывают, что, в принципе, если говорить о дозах цитостатиков, то те же дозы рекомендованы, что и для обычной женщины. Единственное, что в последнее время появились публикации о том, что все равно лучшие еженедельные режимы, потому что малые дозы, и препарат быстро выводится из организма. Если смотреть на плаценту, то все препараты, которые входят в матери, они к плоду проходят просто обычной простой диффузией. И мы понимаем, что и химиопрепараты тоже проходят через плаценту просто простой диффузией. И простая диффузия, она пропускает молекулы не более 500 грамм на моль. То есть большие молекулы она не пропускает. Если молекулы меньше 500 грамм на моль, то эти молекулы хорошо проходят. Поэтому, если мы посмотрим на самые активные цитостатики, которые у нас на сегодня есть, в лечении, в частности, рака шейки матки, эпаклитокселы, препараты платины, вы видите, что антрациклины, в принципе, у них молекулярный вес, он больше, чем 500, поклитоксел больше, доцитоксел, карбоплатин и вообще препараты платин, они все-таки меньшие своим весом, поэтому часть препаратов платины все-таки проходит. Поэтому в последнее время говорят про то, что нужно вводить лучше еженедельно, чтобы меньше токсичность была для плода. Какие препараты мы можем вводить? На самом деле на сегодня существует список препаратов, они все изучены при беременности, и, как вы видите, основная масса цитостатиков, она противопоказана, то есть она вызывает тратогенный эффект. Более-менее безопасны – это токсаны, препараты платины. То есть токсаны вообще не проходят через плаценту, препараты платины все-таки какой-то процент проходят. Данные других препаратов, там и локсатин, гемцитабин, если мы говорим про другие опухоли, то данных нет. Гормонотерапия нельзя, для лечения молочной железы тронстазумаб тоже нельзя, об этом тоже надо помнить, потому что часто беременность наступает на фоне приема томоксифена у пациентов молочной железы, а это, в принципе, очень тратогенный эффект. По поводу андоситрона, метаклопарамида, гликокортикоидов – все это можно, но лучше всего быстрые препараты, то есть преднизолон, и если это антикоагулянты, то лучше гепаринового ряда. Насчет ГКСФов пока четких данных нет. И на сегодня в литературе достаточно много упоминаний, но, как вы видите, они в основном касаются небольшого числа пациентов, потому что мало у кого опыт введения беременных на фоне химиотерапии. И, как вы видите, лечили пациентов разные авторы, начиная с первой B1. Эффект химиотерапии частичный, и стабилизация была. Всем проводили в последующем радикальные гистроктомии, и некоторым, видимо, были критерии риска и лучевую терапию, либо химиолучевую терапию. Но с ребенком все было хорошо. И я хотела немножко доложить об анализе Аманда. 20 лет анализа как раз беременных женщин, которые проводили лечение, здесь и на фоне химиотерапии, и без химиотерапии. И в этот, кстати, 37 центров, которые анализировали, была и Россия, центр Кулаковов, куда входили 13 больных раком шейки матки. И раком шейки матки было 147 больных. Что они проанализировали? Они проанализировали и неонатальную помощь, и акушерские исходы, и неонатальные исходы. И оказалось, что живых детей родилось 86%, преждевременные роды были 10%, мертворожденные были 2%, выкидыши были тоже только 2%. И неонатальная помощь потребовалась вследствие малого возраста гестации, то есть 21% интенсивной терапии новорожденным применялось в 41%, а по раке развития встречались всего 4% пациентов. И из неблагоприятных исходов акушерских это были преждевременные роды, малый возраст гестации, достоверно был установлен это раньше срок гестации, и, к сожалению, химиотерапия вот все-таки достоверно приводила к малому возрасту гестации, то есть преждевременным родам. Интенсивная терапия, применение интенсивной терапии приводили и, во-первых, разновидность опухоли, и химиотерапия тоже приводила к применению интенсивной терапии у этих пациенток. Но если мы посмотрим на изменения в акушерских исходах за последние годы, во-первых, мы видим, что химиотерапия вот последние годы зелененьким цветом столбик, она используется очень активно везде, во всем мире. И всевозможных нарушений акушерских исходов, наоборот, у нас минимальны, то есть живых детей рождается намного больше, чем 10 лет назад. Ну, наш опыт, это мы еще начали в онкоцентре с 2009 года, при том совместно с центром Кулаковым, провели 10, сейчас у нас, по-моему, уже за последние 4 месяца еще также 10 пациентов, набралось химиотерапию получали у нас 10 пациентов на фоне беременности, при этом мы использовали и цисплотин, и карбоплотин, и таксу с карбоплотином. Здесь вот все данные приведены, на разных неделях начинали лечить, разные стадии заболевания, были и распространенные, вот третьи стадии заболевания, эффекты стабилизации, частичные эффекты были, и лучевая, и химио-лучевая после оперативного вмешательства, кому-то делали гистроктомию, кому-то не делали, а после кесарева на химио-лучевую терапию, если большая стадия заболевания. И, в принципе, все дети здоровы, из матерей фактически вот трое только умерли, все остальные живы, продолжают наблюдаться. Один ребенок был с ДЦП, как раз мама жива, все нормально. Итак, также Амант проанализировала долгосрочные результаты действий химиотерапии на плод. Тоже взял все данные, которые есть в литературе, и все опухоли, и все цитостатики. Ну, как мы поняли, в основном это молочная железа антрациклины, и в основном это шейка матки, это платиной токсаны, то есть влияние платиной токсанов и антрациклинов в основном. И, как вы видите, в принципе, нормальные роды были у основного процента больных, единичные были врожденные аномалии, которые касались в основном сердечных расстройств, аутоиммунных расстройств. Также были нарушения в психомоторном развитии ребенка. Но так, в принципе, врожденных каких-то аномалий или нарушений развития не было. Вот еще пять авторов, которые тоже докладывали свои результаты при анализе уже большого достаточно времени. И, в принципе, основные нарушения, которые могли встречаться, это нарушения центральной нервной системы, то есть, но достоверно, как большого процента, нарушений все-таки не было. И со стороны сердца тоже были небольшие нарушения у одного автора. Итак, что мне хотелось бы сказать в заключение. Конечно, на сегодня по поводу химиотерапии, по поводу вообще выбора лечения золотого стандарта нет. Необходимо, конечно, чтобы этих больных консультировали и смотрели, кроме химиотерапевтов, онкогинекологов, еще и акушеры, потому что приходится действовать очень быстро. Мультидисциплинарный подход должен быть обязательно. Ну и неоадевантная химиотерапия фактически на сегодня стала стандартом для этих больных, потому что удается очень хорошо контролировать опухоль. Благодарю за внимание. Светлана Викторовна, а вот возвращаясь к нашему клиническому случаю, то есть, ваше мнение. Здесь рак шейки матки 2А. Вы совершенно правильная тактика ведения пациентки. Вы еще не знаете, какая это. А, я знаю, химиотерапия. Вы за химиотерапией вот при этой... Да. Да, хорошо, спасибо. Да. Да, конечно. У меня находит два вопроса. Первый. Скажите, вы сейчас работаете в кругу акушеров-гинекологов. Да. Проблема эта, вы занимаетесь еще начиная будучи только химиотерапией. Скажите, изменилось у вас что-то, вот что-то к подходу к химиотерапии во время беременности, работая здесь? Это первый вопрос. Второй вопрос. Скажите, есть данные, которые сопоставляют течение беременности на фоне этих же, этой же степени опухолевого процесса нашей химиотерапии? Без химиотерапии? Без химиотерапии. Уродов. Есть эти данные или их нет? Их нет, на самом деле, нет. И последние, есть данные, я просто не знаю эту литературу, мне оценка новорожденного непосредственная микропедиатрами, а хотя бы в течение года педиатрами. А вот здесь как раз и были представлены... Там у кого-то, глядите, у кого-то год и семь, у кого-то 22 месяца, у кого-то до 157 месяцев анализ. Да, 18 лет, вот один автор наблюдал, 84 ребенка, да. То есть и тут были... То есть в основном психологического такого плана нарушения. изменились... На самом деле, сейчас, например, я удивляюсь, как мы не боялись в онкоцентре лечить этих пациентов. Потому что у нас просто фактически постоянно то гипертонус, то угроза выкидыша, и акушеры фактически посрочно прибегают. Вот, поэтому я, например, считаю, что, наверное, без акушеров лечить этих пациентов не следует. Да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!